У меня средства есть, я сейчас найму, все построю, никаких же других-то нету. И как раньше приезжали вот здесь, наши приехали, которые первые поселились, это были Кержаки. Итог реки Керженец. Кержацкое поселение. Наш приезжает, наш дедушка Дмитрий, а Тихон Дмитриевич Тихон, мой отец, ему сразу условия поставили, с нами, а они без поповца, а он принадлежал белокринской иерархии. Ого! Это корни-то наши, откуда идут? Ну и мы что, приехали, это не просто так, а тянулись своим теглом, если лошадь была, ехали, и написано, смерть переселенца, картина такая, оглоблик вверху, она сидит вдова, вдовевшая, он лежит мертвый, это же через горы, не на машине, как добирались-то, пешком оттуда, 3300 километров как. Конечно, он уже здесь, он принял, приняла душа его, рвалась туда. Ну и все, уже построили здесь. Главное здесь было, это дядя Степан. Вот Аганя умерла, она, Агата Степановна была. Вот он где здесь жил, здесь он и жил, в этом доме где-то жил Степан. Он был член ревизионной комиссии. Фотография сохранилась, семейная, о ней тут приехал фотограф, и на стене портрет Сталина. Вот, он был очень мудрый, рассудительный, и мы к нему обращались. Он галоши лил из камеры обыкновенной, авиационным бензином там протирался, я знаю как, что было где-то. И от него мы многое узнавали. Но они были недружественны с моим отцом, два родных брата. Он все вел здесь, когда был. Отец говорит, когда началось 1937 год коллективизации, пришлось бежать. Я, говорит, и штанов-то хороших не поносил, штаны вспоминал. А Степан скажет, потерпите еще, еще надо лобогрейку купить. Вот еще надо, скажет, клеветон достать. А пшеница была белотурка, это какая-то белотурка, какой-то сорт. Ну, хороший был, сколько у них. И они зимой через шалоболиху, и туда, где пристань, и ночами ехали, ночевали где-то. Ну, что на санях, сколько мешков увезет-то? И вот так вот, и где-то рубль какой-то сэкономишь. Да маленькие дети в людях как-то были, помогали. Отец еще вспоминал, говорит, а тетка Палагея вот на углу жила, это его сестра отцова. Ее отдали кому-то пять лет было, или шесть, водитель. А ей сказали, вот у нас сучка есть, она щенится. И когда вырастут щенки, шерсть ему возьмем, мы тебе на носки дадим. Такие условия. Еще не поймешь, осенится или нет. Вот как жили. Так вот, когда бывает не совсем хороший зенит, где овцы бывают, кошары, и у овечек на шерсть эти шишки засыхают. Она идет, они у нее гремят, как катышки, колокольчики. И когда люди начинают стричь, они их отстригают и бросают. Ну, а там внутри-то шерсть, она на шерсти висит. И наши приезжие оттуда, с Рязанской области, собирали, размачивали, чтобы достать эту шерстинку. Даже вообразить нельзя, какая была бедность. А какой был порядок? А интересно, я потом просчитал, дисциплина была довольно строгая. Мы решили построиться. Как? Сколько вас человек? Можете построиться? Решила, чтобы дом построить за день. За день? За день. Ого. А почему так условия такие? Не знаю, я старики решали все, старики. Совет Аксакалов. Да, да, да. И вот они заранее заготавливали, заранее все это сделали. И чтобы к вечеру пошел дым. Это тогда понимали, это хозяин, он может там жить. Какие правила были? А вот община, да, это община настоящая была. Интересно, а устава-то не было вот такого, чтобы, да? Просто что-то такое. А они знали, это в устной форме, это все не было. В устной форме, да. В табакурах речи разговора не было. Матов, чтобы не было. Там гуляли, побрось. А как только хоронить, по разным кладбищам. То Мирское, а это Кержацкое. Это я маленько кое-что у них ухватил. И поэтому сегодня говорить, а вот это, так-то, там-там. Начни делать. Вот сколько людей есть, он, как у Шатару Ставеля пишет. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Ну, ты начни, все, что ты критикуешь. Вот еще 21 тысяча заброшенных сел. Ну, найди людей и соратников. Вот они собрались и выпивают здесь у нас. Выпивают наш мой брат Павел, Женя Нинчук, Миша Никитин. О чем говорить-то? Тем это нет, только я. Ты вот в Новосибирске был, только обо мне. С чего-то я стою, если отсюда и везде об этом разговор идет. А я их в глаза не видел. Да ну, да это вот, Игнать, он полтора только дня работал. А, да-да, я слышал за это, да, слышал. Я тоже затребовал, из Барнаула трудовую показал. Вот я оканчиваю. Дальше от меня зависит что-то? Нет. Меня направляют в органы МВД. Мне тогда не было, чтобы выбирать работу. Я должен отработать, конечно. А оттуда призвали в армию. Я докрещу это семь с половиной месяцев, но не полтора дня. Почему мой возраст? Я не мог сопротивляться ни в первом случае, ни во втором. А для меня это жизнь моя была. А они врут. И тогда он понял, Женя врет из-за ненависти. Они ничего не могут. Даже беседуем между собой. Даже судя это. Но они понимают, кто вложил во всю эту душу. Да, а вот общину создать. Нет, не создать. И попятились все. Общину не создать. И никогда не создать, потому что в душе хаос. Они не знают. А вы как думали создавать? Нет, просто я живу свободной, нормальной жизнью. Вот сегодня мне вставать. А вчера какая работа-то была? Мы сколько переделали? Пилили то другое. Я лег. И у меня под контрольное всегда два-три человека. Которые каждое утро звонят в 4.40, чтобы я не проспал. Я боюсь этого. И вот уже в 4 часа меня кто-то за грудь вот так вот сегодня поколотил. Я глаза-то вскинул, а в окно уже сверло. Я за часы, за телефон. А в 4-10, еще полчаса до подъема, а я уже испугался. Я еще на молитву не встал. Но еще ночь, еще поздновато, конечно. Принялся, как всегда, в течение месяца пропуска, кажется, ни одного неба. Я этим живу. А теперь помолился, а теперь после этого будет утренняя молитва. У меня огромная почта, ежедневно. Просмотров сегодня показали 37 миллионов. Это на ютубе? Или что, прошло? Да, на ютубе. Ну-ну-ну. 37 миллионов, 37 тысяч подписчиков. И только сегодня раз, за два дня 28 тысяч просмотров. Люди-то не просто так, они что-то говорят. Злят, пишут, злятся, недовольные. Как бы не относился человек, но я есть, и они питаются здесь вокруг моей колокольни. Вот, это когда говорят, что вот он слишком много говорит я. Я говорю, ну хорошо, ладно. Ну давай. Я говорю, дорогу кто сделал? Ну он сделал. Ну, то есть, я знаю, там, через меня деньги проходили. Там, лагерем кто занимался, там, 46 или 50 лет? Ну, он, он. Ну и так можем, ну, в смысле, ну, сделай ты что-нибудь, там, ты будешь, про тебя будут якать, там, или ты будешь якать. Ну как? То есть, тут, что тут такого-то смысла? Ну, чего нет. Ты делаешь как-то. Почему Яков пишет 2.13? Покажи веру, покажи веру твою без дел твоих. А я покажу тебе из дел моих. Верный дел моих. Павел, я болел был в пустыне, болел путешествия, я болел всех страдал. Я боли, это почему вы корни ставите? А почему? Потому что никто не делал, но обязан был показать пример, которому подражаете и мне, как я Христу. А вы можете сказать, нет, конечно, вдвоем не уживутся. Вот этот Степаненко, он приедет здесь, и Максим Валерьевич, и он говорит, как православные пожирают друг друга. У них ничего нет. Они вокруг моей колоколи только мощатся, пляшут, мощатся. Больше ничего нет. Пусть. То есть этого-то никто не отвергает, конечно. То есть как можно отвергнуть, я говорю, что именно дела. Дела. То есть вот он, да. Не надо это дело, но вы займитесь чем-то хотя бы, ничего главного нету-то. А вид показывает такое что-то, если, как правило, разведенные или с той или с другой стороны. Потому что хотят так же поступать. То есть это глупо. Я всегда всем говорил, что, допустим, меня не интересует, во сколько ты стоешь, живя с Игнатем Тихоновичем. Вот меня лично интересует, во сколько ты стоешь без него. Вот это опять игра в какие-то ворота в одни, в которые она закончится. Ну и уехал сегодня Игнат Тихонович, умер в конце концов. Или что, и что? Вставал ты с ним в 4.40. Ну а завтра? А завтра ты уже встанешь в 8 часов. Меня это не интересует. Вот. Это все заканчивается. Даже вставать, и то правило. Правило. Откуда вы взяли 4.40, ни в 5, ни в 6? Не знаю. Ну, то есть... Господь положил. Потом узнаю, мать Тереза. Сотни тысяч монахинь. Сотни тысяч. Встают 4.40. Это хорошо просто. Это как бы ваши герои там. Но лично я никого не буду призывать. Я буду призывать человека именно трудиться на том месте, которое ему Бог дал. Не одевать ваши сапоги, вашу там пиджак. Он слишком тяжелый. Бог не будет искать другого человека в вашем пиджаке. Ни в коем случае. Идите. Бог сказал, идите, пошлю Духа Святого, сделайтесь мне свидетелями. Я задавал вопрос, вам говорю, чем отличается проповедь от свидетельства? Вы говорите, ничем. Но в итоге для меня вот лично это отличается. Вот проповедь это вот. Вот я снял шапку, встал там, мужи и братья там, покайтесь там, приблизилось царство небесное. Вот это проповедь. А что такое свидетельство? А вот я сижу, я сижу молча. Достал конфетку, перекрестился. Там кто-то, женщина, о, а вы что верующий, православный? Батюшка, наверное, а не можете мне квартиру осветить? Понимаешь, вера какая православная сегодня. Вот это вот свидетельство, оно может быть молчаливое. Ты можешь своей жизнью свидетельствовать. Не так, что просто, понимаешь, одна карикатура на христианство. Не надо никуда, я говорю, это формат. Я не призываю ни в коем случае даже, ну, при чем если я там запрещаю, а там подражать. Подражайте в чем-то в хорошем, но ты найди себя, найди свой талант, трудись там, тебя Бог будет там искать. Он не будет тебя искать в Игнатии Тихоновича, который встает 4,40. Нет, но я знаю, что он, например, вот его герои в 4,40 стоят. Мои герои встают там, они мои герои тоже говорят, становись, вставайте раньше. То есть они говорят, что через мертвое дерево жизнь не текет. Но кто сегодня это знает? А если у него столько энергии, если он, это все сходится с учением, то есть, ну, это как наука там какая-то. Если человек идет в проекте, ему Бог дает, там и энергии, и все, все будет вставать, все будет делать. Вот, а сегодня люди сами-то себя не знают, никто об этом не учит. Ну, то есть, как бы, нету этой информации. Редко-редко кто сам постигает вот такие моменты. Бог так устроил. У одних семья, у других нету. Как я могу сравнивать его? Я знаю четко, что лидер и семья – это несовместимые вещи. Если Игнатия Тихоновича как лидера поместить в семью, в которую он должен, там, я не знаю, пеленки стирать, ну, при таком условии, пеленки стираешь, безоговорочно жене помогаешь, все там, умрет через неделю. Сначала психологически, потом физически. И это не шутки, это реально, это существует. Понимаешь? Вот, лидер и семья несовместимы. Но да, Бог наделил его определенными качествами. Хорошие, плохие, нравятся они мне, там, или не нравятся. Именно с такими качествами, я говорю, кто, вот, например, вот эти дела мы видим, да? А есть же еще невидимые дела. Какие-то, там, тысячи, миллионы людей, которые пришли к Богу, приходят, и когда он уйдет из жизни, будут приходить через его книги, там, сайт, например. Это-то мы не видим. А Богу нужно от него было именно вот это. И вот, собственно, он сделал. Так, а кто будет потом оправданным? А вот он сделал, он это умножил. Вот сейчас приедут люди на крещение. Разные-разные отовсюду. Вот один пишет, я говорил, Вячеслав Семенов. Теща поднялась, поднялась, прям против, там, это, ты, Игнатий какой-то, иеретики, она верующая, она с монахами знают, монахи ее подзуживают. Он говорит, что, придется к Тещи ехать, говорит, разбирать. А он с женой, с отцом приезжает к крещению принять. Поехал к Тещи. В чем же это все закончится? Ну, все, что молились, объявили. Все молились. И Теща стала смиряться. Нееретики. Первая скинула, нееретики. Он говорит, знаешь, что, поехали, и примешь ты крещение. У тебя какое крещение-то, не было ничего. Она сразу к Попу. А Поп еще сказал, нет, слюной можно, слюной. Только не говорят, что еще и мочой можно. Лишь бы капля влаги была. Ну, откуда они это взяли? Есть канон. Он канон им показывает. Они не могут еще ответить, зляться на него. А он говорит, мне Бог открыл, что это истина. Там святые отцы объясняли. И сейчас он все книги мои имеет. И что делать? Какую маме первую книгу? Ему все к Кистьному православию, к Кистьному православию. Ты вот ложишься спать, А у тебя коза там жует И дает молоко. И то, что я делаю, Многие жуют, И Господь дает, говорит, чистое словесное молоко. То, что я делаю, многие жуют. Все, почему? Потому что все в интернете стоит. Мы вот просчитали. Вот вчера только одна написала, Говорю, знаете, Получилось так, что я Услышала Ткачеву. С Ткачеву этот шахматовый беседовал. С шахматовый я перешла, говорит, Головину. Прости. А через него, Его отзыва оба мне был. И теперь я нашла на вас, говорит, И то, что я их прошла, Говорит, я тут же все оставил. Теперь от вас не выхожу. То есть она сравнила С самыми популярными. А у меня нет ни грамма Такого гуманитарного образования. Она видала вот эту искренность, И толкование, И Слово Божие. Так вот. Как у меня есть знакомые В Барнаульской администрации. Ну и говорит, А мы знаем. То есть, как бы, ну так, Мне интересно было. Я догадывался. Мы за всем следим. Знаем, что тут такая деревня. И все тут, что, ну и знаем вашего, Как же, духовного лидера. Он говорит, знаешь что? Он говорит, как Ленин. Говорит, говорит часами. Ничего не понятно. А мне так смешно было. Первый раз его сравнили с Лениным. А я говорю, ну это, ну говорю, Ну как, я так плавненько, Что, ну если как бы ты не поймешь, Так это не значит, Что ничего не понятно-то. Вот. Ну просто так. Он говорит, Сохраните деревню. Наша, как бы, видать, От лица там всех, я не знаю. Говорит, сохраните деревню. Вот. В том состоянии, В котором она у вас сейчас. То есть, вот, сохраните вот это все. Никогда не говорил нигде. Это врут. Одна женщина. Не, не, не. Я говорю, мне лично говорил человек, Который сейчас работает в администрации. Передают мои слова. Почему? Человек мне говорит, Мне говорит, Сохраните, говорит, То, что вот у вас сейчас. А я думал, что я обращаюсь В такой просьбе где-то. Нет, он про вас говорит. Он говорит, как Ленин, Говорит, ничего не поймешь часами. А я ему говорю, Говорят, он не слышал часами. Нет, он ролики смотрит, Просто если, А я ему как бы плавно так сказал, Говорю, что если Ты не поймешь, Что это не значит, Что, ну, ни о чем, Что, как бы, понятнее. Паспортом сидим. Они духовные. Там девочка, Деда просит. И да, А это Ленин. Да не похоже даже на Ленина. Она просто не видела. Я тут вылез в Совете, А мужики сидят. О, Солженицына привезли. На Солженицына еще похожа. А эти, которые мусульмане, И везде. О, Хаттабуш. Будь больше ничего. Дальше этого уровня никто не. Ребятишки визжат. Увидят бороду. Хаттабыч. А он больше не видел никого с бородой. Ни изображения Христа, Ни апостолов. Ну, и вот будет мой конец. Господь ударит в гонг. Пора собираться в путь. И с чем вы пойдете? Я жил свободно. В первую очередь. Я жил свободно. То есть не по заказу. И смотрел выше голов. Потому что у меня никакие авторитеты в жизни не спущали. Никогда. Я избрал этот авторитет 27 сентября 62 года. Каждый день вникают вопросы. Сейчас утром, вечером непрерывно. Стал дважды заходить. И в скайпе, и везде вопросы. И ответы ждут по Слову Божию. А как это вот в этой, вот такой вот во свете Библии? Моими же словами говорят. И то, что я сказал о монашестве. Они это афоризм имеют. Просто говорят, вот, зачем одни и те же вопросы? Я говорю, знаешь что? Если бы, говорю, был человек живой, и он бы меня интересовал бы. Естественно, я говорю, не копошился бы в его книгах. А естественно, я бы позвонил бы ему. Я бы еще попутно этого вопроса еще бы там кучу зацепил бы. Ну и интересно просто вот получить. А тут как-то думал, вы такие говорите, вот, ну что у Стерлигового был, вот он в тебе посеял там что-то. А я уже это говорил, что да, вот в какой-то, ну процентной доле я сюда приехал благодаря ему. Что он говорил именно тому, что он говорил, что бросайте свои эти бетонные жилища городские, приезжайте в деревню, все. Вот. А я потом думаю, а какая ваша заслуга? Вот таких слов не говорил, но я приехал-то как бы в деревню, которую вы восстановили. Ну вот какая заслуга. Потому что, ну да, например, в Горной Алтай там речка, горы, лес красивее. Или красивее. Вот. Но здесь у меня каждое детство было, каждые каникулы в детстве. Вот это малая родина. И мало того, что я говорю, можно было бы туда поехать. Но какой смысл одних алкашей, наркоманов менять на других? Здесь-то именно не просто вернулся к корням, а духовная жизнь. Вот. И что, вот то, что вы говорите, я это понимаю, что самое лучшее место для воспитания детей там, ну и так далее там. Я не знаю, просто это как бы, ну, лично мне это понятно. Вот. Ну реально я нигде такой не могу найти. Кто, кто такую общину там где-то обосновал, вот именно как-то так? Ну нет, нет, чтобы вот так устав был там. Ну я не знаю, может быть, и где-то и есть, я не знаю такого. Мы бы все равно узнали. Вот священник был у нас вот один такой. Игорь Муравлёв. 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 понимает это ничего нельзя сделать а я на это отвечаю да не начинали ничего вот говоришь мы сегодня делали это что-то там где-то на пять лет никаких пять лет нету никаких если буду сейчас придет и поднимем всего там стол сделаны теперь на 5 лет дала гарантию точную вот и дай бог чтобы это простояла дольше вот я просто когда мне там что-то говорят то есть а какая там твоя задача ли как на наша задача но трубок мы приехали мы молодежь такая среднего возраста как бы средний класс да там нам за 30 вот то есть наше дело делать вот не говорит какой смысл там трепаться просто берешь делаешь и все да мы делаем вот согласнося увидение ну и так далее то есть это быстро не происходит говорят быстро только кошки родятся вот хотя и не видел к кошке родятся виду как другие родятся быстро ничего не происходит постепенно помаленечку Начинаем дело так же, как законы природы Все растет постепенно, помаленечку Но каждый день, каждый день, каждый день Все Резко ничего не вырастает Ставишь человек, увидишь, какая свобода Что хочет человек строить Она решила так построить Потом решила там покрыть Ей никто не скажет, не делай этого Тут человек сделал такое Он уехал, я же его сильно купил Это жил глухонемой, Андрей, из моего материала строил Я заплатил сколько, все То есть абсолютно каждый Калашникову так построил, а Павел так Касается общины, нет Не нравится оно, не выехали люди И что-то они создали, общины нет Ни у одного, который выехал Нигде ничего нет Они полностью на 100% Попустились на дно И все Это разговор один Мне говорят, вот смотри, сколько домов пустых Я говорю, ну ты знаешь, я говорю Это не показатель Шахматов говорит о количестве Количество не нужно ни Богу, ни нам Нам нужно качество Зачем Ну и что, Игнатий Тихонович здесь как катализатор Говорит, чистится там старух где-то А у тебя что есть? Ничего нету Вчера там богема это прославлял И все время секс-индустрия работал всю жизнь Это кто-кто? На шахмату Да? Я не знаю Вот биографию посмотри А разные там сексуальные там программы Только на этом Вдруг в один день раз А курить не может бросить И теперь ездит Молитвы написали ему 30 или 300 тысяч И он должен ехать в Иерусалим То есть то же самое Только гигешефт Но ему больше надо Мне лайки нужны Решил там головину помочь Пока он собирал А тут уже все разделались И головину нету Он какой был такой и остался Но у меня расположение такое Я пригласил его Брось так и курить И поживи здесь маленько Ну представь себе Вот он первый раз так как вернулся И никогда в жизни не было такого желания Непрерывно материться и блудить и блудить А что было? Такая причина Причины я называю какие Здесь он увидел кто он Он ужаснулся самого себя Никакой игры в веру нету И теперь А теперь кто как хотелось Тоже делать что всегда и делал А тут то давай С батюшкой беседовать Науток очистился Стоял в литургии Я только об одном думал Скорее бы кончилось Покурить охота Это он все открыто говорит Поэтому Так ну еще все Пойдем Все давайте Да Спаси Христос Что пришли Да Наши тоже возвращаются Давайте с Богом Будем трудиться Добрый день